привет меня зовут елена и сегодня у нас такие вот ручки девушка ждала хоть и поломала ноготочки ждала пока зарастут или как сказать ее болячки чтобы они уже больше не кровили то что боялась что я ее убью в плане что ей будет так больно когда будет проходить какие-то манипуляции поэтому она ждала пока заживет в принципе я считаю это и правильно то что никто не хочет работать с кровью и естественно если это создает какие-то неудобства то в этом случае желательно бы на самом деле подождать когда это все заживет за того что на работе постоянно девушка одевает перчатки насколько я понимаю вот эти вот тряпочные руки очень сильно стали сохнуть и из-за этого очень сильно трескается кожа именно в зоне в роста мы там все почистили насколько я могла там наждачкой убирала у меня было такое ощущение как будто делать педикюр но мне кажется именно вот этим когда я убрала грубую кожу я помогла надеюсь помогла и не убила клиента еще больше так вот снимаем покрытие обожаю смотреть на покрытие которое я снимаю потому что вижу что а слой чик нету зоне кутикулы так прекрасно но в зоне точек роста куда же без них как от без без отслоек это же будет неинтересно работать надо же под слойки были и у меня принципе в основном модельки у которых нету кутикул это может и хорошо я им завидую то что у меня вечно такие заросты конкретные так вот убираем птеринги и кутикулы там принципе там освещать нечего и поставок я прочищу кутикулы птеринги и слева и справа и правых синусах и в левых синусов я прохожу с шариком может где нигде я этого не показываю насколько я помню нигде не показываю не знаю почему я прохожу обычно шариком просто зашлифовываю кутикулу и после этого у меня в принципе на этом дизайне заканчивается вот даже вот в этом видео я даже не забыла включить камеру и показываю использую я в принципе вот если сравнить и эта фреза бог знает как ее называют и шарик у них в принципе одна и та же функция и если я вижу какую-то фрезу я перестала пользоваться до какого-то момент я просто возвращаю ее в работу и начинаю ей активно пользоваться не вижу различий между этой фрезой и фрезой шариком но они мне есть и поэтому я использую уже много раз говорила и говорю еще раз я вообще стараюсь не стараюсь я в принципе наоборот не работаю я пилочкой и у меня принципе все движения и это рампыром все происходит фрезами потому что я считаю что этим самым я не травмируем моих девчонок мне так легче фрезу именно самой пилочка я пользуюсь буквально если ну в самом начале когда я подпиливаю форму и в самом конце когда убираю какие-то лишние ровности в принципе больше я пилочкой и не пользуюсь мне она не нужна и кстати выкидываю и он вообще еще целенькая поэтому покупаю пилочек кстати на алиэкспресс они там по моему по 20 центов одна штучка если еще дешевле и меня это вполне устраивает потому что пилочками я не пользуюсь и также этим потом почоночком он кстати используется я видела активно в педикюре и вот им я обрала такие вот загрубевшие загрубевшую кожицу там где вот у нас а . теперь я использую праймер от космопрофи так как мой аданс легенд закончился и также использую базу от космопрофи так как от бьюти лукс у меня база закончилась а те которые заказывала почти три месяца назад так и не пришли на нашу я базу эта база также она рубер база и надеюсь молюсь надеюсь что будет также все хорошо как и дом после я наношу как и всегда на верх растущие ноготки полигель кстати можно попробовать на этой девушке попробовать полигель и на весь ноготок почему бы нет чтобы не делать лишних движений но если не будет лишних движений это как чтобы заниматься спортом да так вот делаю лишние движения наношу полигель только на кончик у меня это полигель космопрофи говорила что купила этот розовый цвет но потихоньку я у него втюрила со мне он очень нравится это как длина у нас все таки он такая маленькая решила на нарастить да нарастить ноготок на ветру наверху на на рафу как моя дочь говорила на весу вон вспомнил как называется так вот нарастила на весу и потом уже естественно из-под низу я вырежу это я в швейне отдел пошла выпилю из-под низу материал который у нас там на плель и потом уже сверху делаю лишнее тело движения и наношу гель которая люблю всем сердцем не нравится как цвет такой прикольники и симпатичники и он бомбически носится мне он нравится как уносится это не удержалась я и купила еще один на пробу вот не знаю вот зачем на мне будет вас то есть то же самое как вот или я такой так отранжировал я купила себе кучу гелий так купила полигелий потратила кучу денег увидела в тик токе что там и купила еще раз на пробу какой-то гель попробовать отказала потратила кучу денег лена зарабатывай а вдруг этот гель прикольный как о нем говорят а вдруг он именно такой крутой и нам же все хочется таблетку которая от всех болезней вот и я также купила гель что с нетерпением он ко мне скоро придет и я вам скоро покажу давно не его смотрю в тик токе там одна фирма джет сет я вот решила попробовать их уранда гель не аж интересно какой он будет в работе с нетерпением жду посылочку и после всего а пил я уже показывать не стало мне кажется он видео 1 1 тот же я его делаю фрезой и в принципе дизайн у нас в этот раз может быть им как говорится кому-то и скучный но тем не менее я считаю вот эти блесточки которые отражающий гель-лак блин они самодостаточно там реально ничего на никого дизайна тем более если как в нашем случае моделька такая девушка в возрасте поэтому в принципе и не обязательно постоянно носить ярко вызывающие хотя там же блески 10 ногтей но они блестят очень сильно когда на них светит солнце или фонарика так то они в принципе очень даже такой сдержанный симпатичный цвет мне очень нравится отражающие гель-лаки я прям балдею от них вот такая красота у нас приходила и надеюсь обмогла девушки убрала ее ауа ауа и мы сделали красивые симпатичные ноготки получилось симпатичненько и легкого воздушно спасибо большое за просмотр спасибо за ваш комментарий поддержку а мы увидимся в следующем видео не забывайте ставить лайк на этом пока